Привет, ребятки! Меня зовут Полина, и сегодня я буду распаковывать вот эту вот канцелярию. Здесь очень много. Самое интересное, что эта канцелярия должна была прийти мне еще в июле, наверное, на Back to School, но что-то пошло не по плану, и она мне пришла только в октябре. А нет, сейчас ноябрь, 14 ноября. Очень давно не было распаковки, здесь довольно-таки много всего, поэтому давайте распаковывать это абсолютно все канцелярия. Ссылочки на магазин и на всю вот эту вот канцелярию я, конечно же, оставлю в описании под видео. Давайте начнем вот с этого такого небольшого пакетика. Я, честно говоря, уже не помню, что заказывала. Такая красивая шкатулочка. Старинная, винтажная. Это алфавит из печати. И здесь буквы, как маленькие, большие, так и цифры. Тоже знаки припинания есть. У меня есть штемпельная подушечка, поэтому я могу взять любые буквы и составить слово. Буду использовать для ежедневника. Следующая коробочка. Я, честно говоря, не знаю, что это такое. Давайте откроем. Это вот такие вот цветные декоративные скотчи. Здесь 20 штук. Есть как и однотонные, так и с разными рисунками, цветами. В общем, очень красивые ретро-скотчи. Давайте следующий пакетик будет вот этот. Первая коробка. Я без понятия, что это такое. Я поняла, что это. В общем, это такая штука, чтобы плавить воск. Сюда кладем вниз свечку. Зажигаем огонь. Кладем наверх ложечку. И можно плавить воск. Я также заказала набор воска, ложку. Сейчас вам покажу. Обязательно протестим в конце видео. Вот этот интернет-магазин. Я уже заказываю раз четвертый или пятый. Очень довольна канцелярией. Несмотря на то, что коробочки иногда помятые, сама канцелярия приходит в отличном качестве. Следующее, что я заказала, это воск для того, чтобы делать печати. Здесь воск в таком бронзово-серо-желтом цвете. Следующее, это такая вот старинная скраб-бумага. Здесь есть как белые листы, такие вот крафтовые, как будто письма. Довольно-таки много разных листочков. Еще одни стикеры-закладки для книг, потому что в последнее время я очень часто люблю читать книги и выделять что-то интересное, какие-то цитаты, мысли интересные. Вот такие вот пастельные прозрачные стикеры-липучки. Один стикер можно использовать несколько раз, они отлично клеятся. Смотрим, что здесь есть еще интересного. По-моему, я это не заказывала. Это конверты. Обычные вот такие вот крафтовые конверты. Да, я их не заказывала, но в общем, не знаю, буду использовать для чего-то. Может быть, пригодятся. Далее, это наборы как раз-таки для того, чтобы упаковывать письма. Я загуглила, и это называется сургуч, то есть используем воск. Вот эту вот печать. Здесь есть вот такая вот ручка и насадки, которые можно менять. Первую насадку, которую я заказала, это латинская буква П, то есть первая буква моего имени, Полина. Она вот так вот закручивается. Вот таким вот образом делаем печать. В конце видео попробуем. Следующее, это листы в клетку для тетради. В принципе, это обычные листы. Здесь специальные дырочки для тетради на кольцах, поэтому я их не буду распаковывать. Далее, это как раз-таки ложечка для того, чтобы плавить воск. Заказала вот такую вот золотую с розовой ручкой. Очень красивая. Следующее, это очень интересная штука. Здесь две ручки и разноцветные буквы. Буквы, цифры и даже есть смайлики. Четыре красивых цвета. Мои любимые розовый, мятный, белый и желтый. Вот здесь можно написать свое имя, либо еще что-то. Давайте попробуем. Я помню, что это такое. Посмотрите, это вот такой вот милый цветочек. Но это не просто цветок в розово-мятном цвете. И вот здесь есть кнопка. Это ножик для того, чтобы распаковывать посылки очень даже в тему. Далее, это папка для учебы. Она очень большая. Здесь даже есть листы в линию, кольца. Я заметила, что мне не хватает папок, поэтому заказала вот такую вот в синем цвете. В размере B5. И, кстати, вот здесь вот все параметры. Следующее, это очень маленькая вещичка. Это также для набора для того, чтобы делать печати. Вот такая нежная мини-ложечка для того, чтобы набирать воск. Посмотрите, какой здесь красивый камушек розовый. И последнее, что находится в этом пакете. Я заказала еще одни какие-то странные папки. Здесь вот такие вот палки в фиолетовом цвете прилагаются. Удобно использовать для учебы, различных проектов, рефератов, индивидуальных работ. Давайте будем рассматривать следующий. Вот этот пакет. Тут тоже достаточно много всего. И первое, это штемпельная подушечка. Как раз для этих букв, цифр, чтобы ставить печати. Вот такая она эстетичная, аккуратная. Здесь сама подушечка. Ой. Следующее, как я понимаю, это механический карандаш. С другой стороны вот так вот выдвигается ластик. А сам карандаш вот таким вот образом. Еще один набор из воска. Только другие цвета. Белый, розовый, фиолетовый и темно-розовый. В этом наборе 100 штук. Маленький набор из трех декоративных скотчей. Первый скотч самый толстый, в цветочек. И два скотча потоньше. Здесь звездочки, а здесь какие-то кляксы. Они бумажные. Далее я не помню, как это называется. Пусть будет метр. Я заказала для того, чтобы измерять талию, либо возможно что-то большое. Здесь есть кнопка, чтобы нажимать. И всего 150 сантиметров. Очень удобная такая маленькая штука. Можно брать даже с собой в сумку. Это грифель для механического карандаша. Их очень много. Набор из синих ручек. Я уже заказывала такие. Мне очень понравились. В наборе 6 синих ручек и 1 текстовый делитель. Далее это вот такие вот маленькие стикеры. Честно говоря, я думала, что они будут большие, как обычные стикеры. Как вот эти. Но они оказались вот такими. Они такие интересные, прозрачные. То есть это как закладки для книг, на которых можно писать. В голубом цвете. Вот это уже обычные стикеры. У меня уже есть такие с рисунком. Только в этот раз я заказала с луной. Они бумажные, но без липучек. Следующее это что-то зеленое. А, это вот такая вот скраб бумага в зеленых оттенках. Разные листочки, цветочки, ромашки. Это ластик от той же фирмы Mono Tombow. У меня, по-моему, уже есть такой в фиолетовом цвете. И мне очень нравится. Я нашла свой в фиолетовом цвете, которым я сейчас пользуюсь. Но он чуть поменьше. Классные ластики, хорошо стирают и оставляют мало мусора. Насколько я помню, это клей в стике. Впервые такое вижу. Так как через полмесяца уже декабрь, я начинаю готовиться к зиме. Заказала зимние декоративные скотчи. Вот такой набор из шести Крисмос скотчей. Все они разных размеров. На Новый год будем украшать ими ежедневник. Еще четыре синие ручки, но немного другие, от другой фирмы. На 0,5 мм. Думаю, будет очень удобно писать. Попробуем. Следующее это новый набор миллайнеров. У меня еще нет вот этих пастельных оттенков. По-моему, это новинка. Вот такие пять очень нежных текстовыделителей. Как всегда, два наконечника. Люблю такие приглушенные цвета. Е-мое, еще два цветочка розовый и фиолетовый. Пока не буду распаковывать, так как у меня уже есть единый, я им сейчас пользуюсь. По-моему, это был набор из трех штук. Еще один канцелярский ножик для распаковки посылок. Вот так вот выдвигается. В общем, обычный, в таком мятном цвете. Вообще, канцелярский нож очень нужная вещь. У меня здесь его не было, поэтому теперь буду пользоваться. Положу его сюда. Еще один набор из конвертов. Честно говоря, не знаю, что я с ними буду делать. Две вот такие металлические ручки. У меня уже есть такие, но они, к сожалению, дома у родителей. И поэтому я заказала еще одни. Сюда. Серебряная и золотая. Мне очень понравилось, как они пишут. Еще одна какая-то канцелярская штука от фирмы МОНО. Я поняла, это ластик. Он вот так вот выдвигается, как ручка или механический карандаш. Я надеюсь, что он будет стирать так же, как и этот ластик. Каким-то образом здесь оказался еще один набор из папок фиолетовых. Это точно мой заказ? Для чего мне столько папок? И последнее, что здесь лежит, это вот такой вот розовый набор. В этом наборе есть какие-то декоративные скотчи, скрепки, наклейки, разные картинки. В общем, очень много всего. Скраб-бумага. Он находится вот в такой пластиковой папке, поэтому ничего не помялось. Так вот открывается. Открытки. Можно использовать даже как книжные закладки. Такие милые коты. Сзади есть небольшие постеры, которые можно повесить на стены. Переходим к следующему пакетику. Вот такие две коробочки. Здесь карандашницы. И в прошлый раз, к сожалению, она была разбита. Давайте посмотрим, что в этот раз. Наконец-то мне пришла целая утка. Вот такой утенок. Здесь, по-моему, есть пленка. Ее нужно снять. А во второй коробочке знаете кто? Я тоже не знаю. Никто, а что? Это клубника. И она тоже целая. Ничего себе. А следующая вы наверняка тоже видели в моих видео. Это вот такая вот отставочка, карандашница. Она тоже у родителей, поэтому я заказала еще одну. Она у меня будет на рабочем столе. Вот здесь. И последнее, это еще одна папка в голубом цвете, но она немножко другая. Вот так вот она выглядит внутри. То есть сюда уже вставляем листы по-другому. Есть крепление как сверху, так и сбоку. И, к счастью, она тоже в отличном состоянии. Вот такая распаковка у меня получилась в этот раз. Надеюсь, вам понравилось и было интересно. Очень много всего. Не забывайте ставить палец вверх, чтобы поддержать меня и повысить мою мотивацию. А также заглядывайте в мой телеграм-канал, где я частенько выкладываю новые посты. Ссылочка в описании. Спасибо за просмотр и до встречи в новом видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok